Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня в филиале президентской библиотеки Республики Беларусь, в резиденции президента Республики Беларусь, знаменательное событие. В год науки в Республике Беларусь и в год семьи в СНГ мы открываем удивительную выставку, которую мы назвали «Вышлю я себе кусочек счастья». Ну а теперь мы предлагаем вам небольшой фото-видеоотчет, в котором приняли участие Галина Николаевна Безбородко, Аркадий Владимирович Рудский, профессор БГУ, и Николай Михайлович Линник, художник, фотохудожник с 50-летним стажем. Славяне, они христиане. И, конечно, в каждом хате, в каждом доме был святой угол, где были иконы, и на иконах были рушники. Галина Николаевна уникальный человек, я считаю, и отношусь к ней с большим уважением. Она создала у себя на даче музей, музей украинской культуры, который посещают люди, послы и соседи, и достаточно известный в республике человек. Она создала, собрала такие материалы, я бы сказал бы, духовной культуры, материальной и духовной культуры Украины, Белоруссии. И это такой единственный музей украинской культуры у нас. Рушник в жизни славян занимает главенствующую роль. Человек рождается, принимает, младенца принимает на рушник. Свадьба вся сопровождается ритуалом рушников. Когда выходит замуж невеста, приходит в дом, это старинные наши древние времена, приходит в дом, 40 гвоздей вбивают в заловки, и она должна, невестка, повесить 40 рушников. Например, когда я была девочкой, студия Довженко ездила по селам, деревням, искупала рушники. Особенно вот царские обереги, которые представлены на выставке. Рушники Черниговская, Сумская область. И вот бабушка моя достала, Матрена Терентьевна, наш рушник со сундука, и говорит, никогда в жизни не расставайся. Это сам, с этим рушником, это оберег, это самое дорогое, самое дорогое, что сейчас у нас есть в семье. Когда выходили замуж девушки, такие рушники повязывали невесты бантом на рукава, а невеста на пояс повязывала, вместо пояса повязывала вышиванку. И чем больше было рушников в семье, повязано на подружках, у невесты, тем богаче считалась и невеста, и которая сохраняет самое дорогое в своей семье. Так что очень большую роль славян занимают, жизнь занимали и занимают рушники. Они украшали быт, это были подарки, и последний путь человека отправляли на рушника. Надо сказать, непременно надо сказать, что выставка, это коллекция, уникальная коллекция уникального человека. Галина Николаевна Безбородко. Коллекционер, пожалуй, с 50-летним стажем. Она собирает рушники с 13 лет. В ее коллекции не только рушники, их более 100, но и более 500 предметов быта, народного быта, украинского, русского, белорусского народов. Галина Николаевна народжена украинка, я белорусская ревна, но наши народы вели близкие по культуре, по обыту, но есть свои отрознения. Отрознения в вышелках, отрознения в характерах, в менталитете. Но мувы наши самые подобные. Но лингвисты доказывают, что 80% мувы близкие. Одна до одной. Проект мы будем протягивать. Тут на выставе была супрацовница музея Янки Купалы, и она нам поможет систематизовать то, что мы сотрала Галина Николаевна. И мы меркуем сделать некий другованный каталог, доведник некий. Но Галина Николаевна еще хочет додать мастер-классе, потому что она шмар, что можно сама работать, она выкладала. И как эта вышелка на плитах, как любятся ляльки, как еще разные эти чудовные вещи. Поэтому працы шмар, мы ее будем протягивать, и будем рады всем, кто нас запрашивает, показывать эту прагажусть, и стараемся ее заховать. Потому что фотография позволяет зафиксовать стан речевого на сегодняшний день, потому что, напомню, она рассказывала и показывала, что черный кожан на некоторых рушниках высыпался уже, вроде бы. И Бог ведает, что, как заховываются эти рушники, есть все просто. Там, некольки десятков водов, это сдымки, дозволяю зафиксовать то, что есть сегодня. Сегодня у нас было много гостей, и был почетный гость, чрезвычайный, полномочный посол Украины в Республике Беларусь Кизим Игорь Юрьевич. Господин посол с интересом слушал рассказ Галины Николаевны Безбородко об истории создания ее этномузея, о людях, которые подарили свои семейные реликвии в этот музей. А это и рушники, и вышиванки, и предметы народного быта. И надо сказать, что каждый экспонат выставки, каждый экспонат музея имеет свою историю, зачастую драматичную историю. Очень насыщенной оказалась беседа с профессором БГУ Аркадием Владимировичем Рудским. А в завершении своего визита посол Украины в Республике Беларусь Игорь Юрьевич Кизим оставил очень теплую запись в книге почетных гостей президентской библиотеки Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова